Добрый вечер, друзья! Снова мы с вами на связи Маджарев Андрей, Печников Александр и Антон Пшеничник. Стрим будет посвящен множеству вопросов, которые задавались в фейсбуке, в личке и не только. На самом деле очень напрягало, потому что люди постоянно торопятся, спешат, не понимают, что... Реально, такая ситуация, что не стоит торопиться делать преждевременных выводов, тем более озвучивать что-то публично. Все хотят сразу и все, так не бывает, ребята. Смотрите, почему мы молчали по поводу убийцы, который Артем Матюшин, которого я опознал еще вчера. Антон Пшеничник его опознал сегодня. Процедура должна была пройти в рамках закона. Почему мы не рассказывали об этом в стриме, что вот непосредственно убийца Артем Матюшин, еще раз, для тех, кто в танке, вот, смотрите. Артем Матюшин убил нашего побратима Виталия Олежка Сармат. Заявляю ответственно. Я, Маджаров Андрей Анатольевич. Значит, ребята, вы понимаете, какой момент мы пытаемся сделать из Украины цивилизованную страну, но все кричат, давайте достанем шашку и начнем всех рубать, убивать, казнить. Как вы себе это представляете, честно? Как вы представляете реакцию того же цивилизованного мира, Соединенных Штатов Америки, которые нас сейчас поддерживают на такие действия? Ну, честно, если у кого-то есть ответы адекватные на вот эти вопросы, будьте любезны, мы с вами встретимся лично, давайте свяжемся, вы нас подкорректируете как что, чтобы не влететь в забор бетонный. Потому что, ну, на самом деле неприятно слушать свой адрес высказывания личностей, публичных, известных. Я думаю, сейчас человек понимает, о ком я имею в виду, о ком я говорю. Да, вы извините, просто мы вторые сутки не спали на эмоциях, можем заговариваться и так далее, потому что только-только приехали в свою бандеревскую краевку. Смотрите, то, что там кричат, вот, он сдался, они сдались, они там сдали заднюю. Ребят, это ваше личное мнение, будьте любезны, делитесь с ними, еще раз повторюсь, на кухнях, как вы это делаете, когда жалуетесь на власть или там на какие-то проблемы, но не решайте их, понимаете? Кричать там непонятно откуда, издалека, это, конечно, офигенно. Ну, покажите действиями своими, что вы делаете для этой страны, помимо того, что метлой свои трусики, извините, пожалуйста, за выражение. Короче, смотрите, суть какая, мы заднюю не будем давать ни в коем случае, ребята, которые организовали это убийство, эту казнь, нашего попротива, они не понимают до сих пор одной вещи маленькой. Всеми своими действиями в отношении нас, наших близких, наших попротивов, просто граждан Украины, которым небезразлична судьба страны и народа своего, они настолько злят этим, злят и мотивируют, мотивируют максимально качественно и корректно, мотивируют на то, чтобы мы все-таки достигли своей цели и поменяли что-то в этой стране. И нагнали этих ублюдков, подлых, циничных ублюдков, которые разрушают, десятилетиями уже, и на данный момент разрушают. А те, кто там языками своими машет, там что-то трусит, непонятно что, просто, ну это бред, нелогичный, ну, ребята, то, что вы рассказываете от стата, там, быдло-то, там, какие-то недоразвитые или так далее, ну, то есть, я не дословно, ну, суть вы понимаете. Ну, вы в зеркало не смотрели случайно, перед тем, как стримчик этот запускать, или писать комментарий дырявенький, в мою сторону, в сторону моих побратимов. Вы в нашей шкуре были, уважаемые, для того, чтобы так высказываться в нашу сторону. Не знаю, кто там что думает, обещать ничего мы не будем, мы будем, как обычно, показывать это на деле. Потому что, ну, слова это пыльно, все это знают прекрасно. Не знаю, пока я передаю слово вам, полно пшеничного. Друзья, на самом деле важен один момент. Виталика убила власть, подло, цинично. И больше здесь нечего сказать. Завтра мы будем его хоронить. Для тех, кто не видел пост, еще раз повторяю информацию. Завтра в Бердянске приблизительно в 12 часов мы будем провожать Виталика от Бердянского исполкома. В 2 часа по адресу Нагорная, 18, в ритуальной службе будет прощание. В 15.00 на кладбище будут похороны. В 16.00 поминки. Поддержите семью Виталика, поддержите его жену и его дочь. Потому что в первую очередь семья реально осталась без своего отца и мужа. А что касается всего того, что мы делали вместе, мы будем, естественно, продолжать и дальше бороться. Всем спасибо. Если кому-то есть что добавить. Завтра мы хороним друга. Я думаю, потеряли не только мы друга, потеряла действительно страна. Немного людей, таких как Виталик Сармат. Я знаю, о чем я говорю. Я довольно долгое время с ним общался. Это человек настоящий патриот. Это человек, который не мог пройти мимо чужой проблемы. По возможности всегда подзывался и действовал. Завтра мы его похороним. Это задача номер один. По задержанным ребятам я прошу помощи. Какой, не знаю, посильной от каждого, что эти люди должны сесть в тюрьму. Они должны сесть в тюрьму. И самое главное, должны сесть в заказчик в тюрьму. Заказчик это власть. Власть многолика, я уже говорил. Неважно фамилия. Виталик всеми силами сражался с этой системой. Не знаю, показывал нам пример. Но закончил вот так, печально. Мы его не сберегли, не сохранили. Это нам с этим жить. Мы должны, ну я не знаю, это практически обязаны отбить гостиницу, которую построил дочери. И которая бердянская власть старается сейчас отжать, развалить. Я не знаю, что она. Я думаю, что мы вместе с вами, кто неравнодушен, кто уважал Виталика как их человека, вступимся за его семью и не дадим этим нехорошим людям сделать пакость его семье. Ну, как-то так. Пока добавить нечего. Всем спасибо, кто смотрит. По возможности, естественно, мы будем продолжать начатое Виталиком дело. Будем стараться. Понятно, мы его не сможем никогда заменить. И его никто не сможет заменить. Мы будем стараться, я вам обещаю. Всем спасибо. Слава Украине. Одно слово, да, в продолжение просто, ребята. Смотрите. Одного мы опознали. Опознали, обозначились. Это убийца. Артем Матюшин еще раз. На всю Украину. Я думаю, подхватят и СМИ. Центральные. Вот он, Артем Матюшин. Это человек, которому я смотрел в глаза после выстрела. Вот он. В спину Виталика. Те, кто с ним на данный момент проходят по делу, им тоже вручили эпидозры. Я не помню, по каким статьям. Проблемы у них серьезные. То есть, и статьи серьезные. Один там человек, пятый, который бердянец. Скорее всего. Скорее всего. Ну, я так понял, ему еще пидозру не вручили. По нему я ничего не буду говорить. Потому что, опять же таки, чтобы не влететь в забор каменный на суде, чтобы это не разводили. Никуда мы уезжать и текать не собираемся. Мы будем продолжать тактично, с геометрической прогрессией по возможности. Заниматься тем же самым, чем и занимался Виталик вместе с нами. Виталиком мы стать не можем. Но кое-чему мы от него научились. Поэтому, поэтому. Нам очень важна на данный момент ваша поддержка. Ваша поддержка. Хотя бы моральная. Хотя бы, ребята, смотрите за нами. А вообще, по факту. Все, кто кричал, вот Виталик хочет к власти прийти. А, а, Виталик, он станет таким же непонятным. А, а, ты что, Виталик? Так, ребята, посыл такой. Решайте свои проблемы. Не разговаривайте просто о них на кухне. Есть проблемы. Не бойтесь. Возьмите телефончик. Не обязательно это делать в стриме. Зайдите к чиновнику, скажите, слушай, друг, я имею право снимать, потому что ты публичная личность. Вот, теперь рассказываю, почему у меня там нет в подъезде света. Почему вы там мусор не вывозите. Почему у меня крыша течет. Ну и так далее. То есть, проблем же миллион. Но все боятся решать. И вместо того, чтобы нести там взяточку, чиновничку там за какую-то услугу, возьмите его на клоните. Потому что таких, как вы, таких проблем в ваших населенных пунктах очень много. Очень много. На данный момент очень популярна вот фейсбук-сеть. Вы можете, в принципе, самоорганизовываться с их населенных пунктов. Обращайтесь к нам за помощью, мы вам все подскажем, расскажем. Надо будет приедем. Приедем и светим. Не вопрос. Ну и, кстати, еще один момент очень важный. Мне очень много людей пишет. У меня еще есть Александр Печников и Антон Пшеничный. Ребята, посмотри, все страницы в открытом доступе. Пишите, помогайте информацией, что-либо. Вот, тоже есть Александр Печников и Антон Пшеничный. Я просто физически не успеваю делать миллион задач. Потому что, ну, сейчас такая ситуация. Если бы я просто сидел дома и все это писал, может быть, я и успел. Ну, так просто. Очень огромное спасибо, конечно, всем неравнодушным. Просто поймите. Для чего я это делаю? Чтобы никто там обидочку не затыил, что вот, там, тому ответил, а тому не ответил. Нет, ребята, я его просто не успеваю просто за всеми, понимаете. Информации очень много. И надо фильтровать, фейкометить, как многие это делают там в Фейсбуке. Популизмом занимаются и так далее. Мы не будем. То есть у нас интеллект, факт, пожалуйста. Люди получили. Не больше, не меньше. Поэтому все будет Украина. Раби в дурае не берут. Слава Украине! Дорога слава!